Всем привет! Не пугайтесь, я временная ведущая. Вовочка совсем скоро вернется на канал. Соня Таюрская призналась, что встречается с Ильей Прусикиным. Морген Штерн устроил скандал на премии Муз-ТВ. А Даня Милохин и Игорь Синяк вышли в платьях на красную дорожку. Брайан Мапс наконец-то выпустил вторую часть короткометражки «Последняя кнопка». Фильм получился почти на час и поразил многих своим качеством. Он сделал видео, которое зомбирует людей. Теперь ему нужна твоя заряженная кнопка, чтобы адское изобретение заработало, появившись на всех компьютерах и телефонах. Кстати, 4 июня каналу Брайана исполнилось 9 лет. Пишите, а как долго вы смотрите Максимов? Участница группы «Литл Биг» Соня Таюрская призналась, что встречается с Ильей Прусикиным. У тебя есть с ним роман? Вы встречаетесь? Да. По ее словам, их роман начался после того, как Ира и Илья расстались. И что она не имеет отношения к их разводу. Ильич развелся, расстался со своей женой в 19-м году. Наши отношения начались в 20-м. Но все равно я для всех разлучился. Также, несмотря на слухи, Ира, Соня, Илья и Добрыня прекрасно ладят друг с другом. В Москве прошла ежегодная премия Муз-ТВ. Ее можно назвать самой скандальной за всю историю. Даня Милохин вышел на красную дорожку в полуплатье-полукостюме. Игорь Синяк примерил образ солидной дамы в черном платье. Игорь, ну, это, конечно, потрясающе. Дава и Киркоров приехали на кабриолете в окружении полуобнаженных парней, как жених и невеста. А вот Оля Бузова и Настя Ивлеева помирились прямо на ковровой дорожке. Девушки долго враждовали и стебали друг друга в соцсетях. Солисты группы Little Big впервые поцеловались на публику. Ну, а Тимати впервые появился на публике с победительницей шоу-полостяк Катей. Получается, что они все-таки встречаются. А вот Моргенштейн, как и обещал, приехал на премию в инвалидном кресле. Более того, артист устроил скандал прямо на сцене. В номинации лучший исполнитель выиграл Артур Пирожков. Алишера это возмутило, и он предложил провести голосование прямо сейчас. Я хочу, чтобы это решили зрители. Это же зрительское голосование. Это зрительское голосование. Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно... Ирина Моргенштейн готов пройти сейчас тест на прием на фону. А я вижу, что по глазам, что она вам вряд ли пройдет. То тогда мы готовы симским способом обозначить победителя. Но потому что как-то мне кажется, это не очень сейчас адекватно, Морген, при всем уважении. Я и мои слушатели знают, кто победил в этой номинации. Мне не нужна тарелка. В итоге Морген заявил, что Дилара его лучшая награда и ушел. Посмотрите на эту женщину. Вот моя награда. А тарелки вообще я в роде х**а. Спасибо. А вы согласны, что Пирожков не мог выиграть в этой номинации? Несмотря на все, Вова очень хочет, чтобы вы первые узнавали все самые интересные новости. Поэтому ни в коем случае не отписывайтесь. Наоборот, подписывайтесь, ставьте колокольчики. До новых встреч. Пока.